Приветствую вас, Евгения. Смотрите, вы спрашиваете о том, как такие перемены могут произойти за какие-то два месяца. Я могу совершенно точно вам сказать, что такие перемены могут произойти за один день. Потому что, ну, это то, что в психологии называется инсайтом, озарением, имплазией, взрывом. То есть, это вот такое состояние, когда человек, вот, он еще недолгого времени у него какое-то переживание отлело, дело отлело отлело, и вот оно наконец-наконец взорвалось. И вынулось вот в такое вот отношение. Теперь, теперь, теперь. Вот. Такое отношение к этой ситуации. Что я могу сказать вам? Значит, ну, вообще, у вас, надо заметить, не самые, наверное, такие здоровые отношения с мамой. Здесь явно, вот, ну, чувствуется, чувствуется, что вы через всю, как бы, вот, к маме привязаны. И, в связи с тем, что вы живете одна, как я понял, это, конечно, конечно, больше вызывает вопросов, чем, как бы, ощущение естественности происходящего. Вот. Вообще, привязка, привязка к маме, она ничего хорошего дать не может, в принципе, вот. Вот. И это вполне естественно и нормально, что вы не хотите больше, ну, как-то вот взаимодействовать с мамой, да. Это абсолютно нормальная такая история, нормальная, достаточно ситуация, нормальная позиция. Вот. Ну, момент здесь, он заключается, разве что, только в том, как вы сами к этому, ну, к этому, к этому относитесь. Вот. То есть, как вы сами, вот, ну, воспринимаете данный момент, как вы сами воспринимаете данную ситуацию, данную ситуацию. Вот. Потому что, если вам, например, как-то вот не, не по себе от этого, допустим, допустим, что это говорит о эмоциональной, такой вот привязанности к маме, что, в свою очередь, свидетельствует о вашем детском состоянии, вот, вот, о состоянии ребенка и, в свою очередь, влияет на на определенные поведенческие моменты у вас, на определенные поведенческие моменты у вас. Вот. И, соответственно, это важно корректировать. Вот. Это важно корректировать и важно с этим работать. Вот. Вот. Конечно, если у вас есть чисто объективно такое желание. То есть, если вы хотите это делать, если вы хотите с этим работать. Ну, тут надо понимать, да, что ваш вопрос, он немножко то-другое. Вы пытаетесь понять, как такое могло произойти. Вот. Что, в общем-то, не является конструктивным вопросом. Потому что ответ на него ничего вам не даст. Практически. Вот. Просто случилось то, что, по большому счету, должно было случиться давно. Это, наконец, случилось. Случилось то, что вам нужно жить на настоятельно. Случилось то, что, вот, условно говоря, реальный мир, да, реальный, вот, именно реальность, она диктует вам сейчас, по факту, что свои правила, вот, реальный мир, говорит о том, что важно, реальный мир говорит о том, что сейчас для вас актуально, и вы будете, по итогу, делать выбор, слушать это или нет, прислушиваться к этому или нет. Вот. У вас, конечно, присутствует, на мой взгляд, проблема того, что вы боитесь свою маму обидеть. Вот. У вас есть, конечно, такая вот проблема. То есть она, она присутствует. Объективно она присутствует. Вот. Ну, другой вопрос, опять же, да, хотите ли вы это поменять? То есть вот, хотите ли вы это изменить? То есть здесь вы демонстрируете проблему личных границ. На мой взгляд, вот, вы демонстрируете здесь проблему. Такую проблему. Проблему личных границ. И неограниченность, как бы, от мамы своей. Ну, что это вот. Чисто психологической позиции, психологическая точка, точка, точка зрения. Ну, вот. Можно ли это исправить? Да. Безусловно. Безусловно, это можно исправить. Это нужно исправлять. Это можно исправлять. Вопрос заключается в том, хотите ли вы. Вот. По большому счёту, по большому счёту. Вот. Основной вопрос, да, заключается именно в том, хотите ли вы этим всем заниматься. То есть если хотите, если вы хотите заниматься, то все откорректируется. И корректируется, в общем, ну, я бы не сказал, что особо сложно откорректироваться. Вот. Это корректируется достаточно легко. Если же вам не хочется, если вам не хочется, если вы не хотите этого делать, то ситуация не изменится. Вы, по-прежнему, будете испытывать проблемы, значит, со, ну, вот, взаимодействием, а, в том числе, там, со своей мамой. Вот. И всё. Такая вот история. Это то, что я могу вам сказать, вот, опирать на ту информацию, которую вы описываете. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, за оценку моего ответа в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация решится. Продолжение следует...